нас вообще-то снимают алиса всем привет алиса вернулась из петербурга да алисеныш моя красавица собака и готова уже к масленице она два дня уже просит ходит типа блины испечешь я говорю алиса конечно испеку блины для тебя но правильно здравствуйте я алису отправляю в асфояси ну что масленица у нас на дворе надо печь блины у меня спонсор который называется аквафор да вы знаете он делает фильтр для воды различные всякие всякие ссылочка внизу там можно посмотреть что-то найти для себя у меня вот такой вот графин из плотного пластика который не бьется который моется в посудомойке удобное в открывании закрывание здесь есть счетчик который отмеряет и подсказывает вам когда нужно поменять вот этот сменный фильтр через который фильтруется вода вы можете выбрать различные всякие типы под ваше настроение но пока у меня вот с красивой белой крышкой графинчик я сюда отливаю 300 миллилитров воды у меня на канале есть рецепт тонких блинов но почему-то вот все просят еще какие-то блины я подумал подумал что есть же у нас на кефире я их сделаю на следующую масленицу а на эту масленицу я делаю заварные и так по весу у меня вот что получается 300 миллилитров молока 300 миллилитров воды 40 граммов крахмала 2 яйца 7 граммов соли 40 граммов сахара и 170 граммов муки для начала мне нужно яйца разбить вот сюда вот в молоко яйца предварительно помойте если они у вас грязные я про куриные конечно а то сейчас многие хи хи такие заржали мол типа шутка пошлая не тут то было я про куриные яйца всегда в мойте перед их мойте яйца перед едой вот так вот теперь сюда соль сразу ну сорян что у меня короче крупная только соль но мелкую я забыл купить сахар сюда же эх лук лучок свиноферма конечно надо было побольше взять чашечку но это знаете всегда так возьмешь думаешь но войдет же все она не входит теперь крахмальчик раз 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 что-то мне подсказывает что это все мне не войдет поэтому я сейчас сразу же перелью как только крахмал с молоком тут со всеми причиндалами остальными размешался можно добавлять муку частями все быстро замешиваем тесто смотрим чтобы не было комочков сейчас вы думаете почему заварное да потому что оно отличается по своему технологическому процессу с дрожжевым или с кефирным все понятно вы кислоту гасите щелочью дрожжи без кислоты еще часами по себе там бродят дают пузырьки а заварное это все-таки ты кипяток вливаешь помогая так сказать клейковине быстрее завариться и сделать блины то есть их можно уже готовить сразу же после того как тесто будет готово не надо то есть если в обычных блинах я всегда рекомендую дать блинам постоять что плейковина завязалась до чтобы процесс объединения произошел то здесь нужно сразу же можно сразу же когда мы это вместе все делаем у нас и мука и крахмал и яйца одновременно проходят уже предварительную тепловую обработку тесто получается жидкая как всегда я выбираю прям специальные рецепты чтобы все было жидкое но из-за крахмала из-за муки это все будет прекрасно выпекаться но не забываем еще один важный элемент 5 столовых ложек растительного масла давайте мы его замерим потому что я равно всегда люди говорят так 5 столовых ложек что значит 5 столовых ложек вот у кого-то более глубокая ложка у кого-то более какая-то мелкая ложка я предпочитаю всегда замерять и делать себе пометки раз 10 граммов 5 нет не 10 получилось 48 граммов где-то 2 грамма потерял 50 граммов масла так как здесь есть сахар мы помним да происходит эмульсия чтобы воду соединить с маслом нужно что сделать добавить углевод в нашем случае углевод это и крахмал и сахар да ну и мука еще все тесто готово я пеку блины слегка все таки нужно сбрызнуть маслице несмотря на то что масло в тесте есть все сковородочка разогрелась вот такие блинчики должны получаться ажурные сковородочку хорошенько разогревайте берем оба руки нужно приучать к тому чтобы они могли брать всякие горячие штуки вот смотрите какие получаются тонкие ажурные прозрачные блинчики это вот все потому что они заварные до пахнут а сейчас красивую сервировочку сделаем знаете как говорят если в торце праздничного стола поставить большое зеркало тогда и гостей закуски будет два раза больше поэтому если блины свернуть пополам то их будет казаться что в два раза больше 10 11 12 13 14 15 15 блинов получилось с этого объема теста есть их нужно со сметаной значит сметанку кладем не стесняясь а сверху сметанки икорку икра у меня кетовая кета она сейчас вся прошлогодняя везде прошлогодняя нерест еще не начался с мая где-то начинается нерест свежак появится но а что делать нужно выбрать которая не такая соленая а если вдруг вам ну попалась соленая и она у вас уже дома и вам идти и менять не имеет смысла вы банку уже открыли то тогда сметана как раз и сделает икру менее соленой поэтому очень часто в ресторанах подают икру со сметаной об вот она вот она все по буржуйски господа по буржуйски 2019 год масленица ну что ж делаем так еще один блин снимаем вот сюда тот который с начинкой и отсюда начинаем брать блины когда вы делаете рецепт первый раз нужно обязательно серединку откусить посмотреть какая на по вкусу достаточно ли вам соли и сахар в блинах и цене тогда рецептик подкорректируйте считаете больше сахара напишите не 40 граммов 50 например по мне так всего хватает текстура очень плотная поэтому старайтесь их жарить потоньше ну и как по буржуйски вот так вот сделаем ну что дорогие друзья с масленицы вас ведь потом начнется пост отъедать и вы помните да что на этой неделе на масленичной уже не рекомендуется есть мясо для того чтобы ваш организм постепенно переходил к посту рыбку еще можно на блины нажимайте калории вам еще понадобится 40 дней поста но очень классный рецепт блины другие по своей консистенции получаются а он и Продолжение следует...